В Законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное 63-е заседание. Народные избранники рассмотрели более 50 вопросов, а также проголосовали по закону проекта об отмене транспортного налога для мобилизованных граждан. В Ульяновской области расширен комплекс мер господдержки мобилизованных граждан. 21 октября Законодательное собрание утвердило изменения в закон о транспортном налоге в Ульяновской области. Изменения предусматривают освобождение от транспортного налога граждан, призванных по мобилизации, проходящих службу по контракту и добровольцев, которые отправились в зону проведения специальной военной операции. Льгота коснется мотоциклов, мотороллеров и всей линейки легковых автомобилей, несмотря на мощность двигателя. Льгота вступает в действие с 1 января 2021 года и рассчитана сроком действия на два года. Те граждане, которые в этом году уже успели оплатить транспортный налог и получающие право на льготу об освобождении транспортного налога, получат возврат денежных средств. Владельцы нескольких транспортных средств могут получить льготу на одно из них на свой выбор. Без заявления от уплаты налога будет освобождено транспортное средство с наиболее мощным двигателем. На заседании законодательного собрания также проголосовали по проекту закона, который предусматривает оказание бесплатной юридической помощи мобилизованным гражданам и членам их семей. Мы считаем, что это одна из тех мер, которые будут оказаны людям и должны оказываться, потому что люди находятся и защищают наши рубежи. Что необходимо для этого? Небольшое количество, минимальное количество документов, подтверждающих, а что именно гражданин находится там, на границе. Депутаты законодательного собрания Ульяновской области скоро будут принимать бюджет на 2023 год и плановый период 2024 года. Обсуждения бюджета идут полным ходом. Упор делается на те отрасли, которые наполняют бюджет. Это промышленный блок, сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Бюджет также будет социально ориентированным. Предусмотрит максимальную защиту мобилизованных их семей, детей и всех категорий граждан, которые нуждаются в поддержке. И в этой части экономить ни в коем случае нельзя, потому что социальное благополучие семьи, это в том числе или в первую очередь даже здоровье и развитие детишек. Поэтому в этой части мы внимательно смотрим над всеми программами, прежде всего в том числе и культуру вчера. На заседании парламентарий также проголосовали по закону об организации отраслевых общественных палат. Обсудили внесение изменений в градостроительный устав Ульяновской области. Приняли решение о награждении почетными грамотами регионального законодательного собрания лучших работников ряда организаций бюджетной сферы. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.